Что вы думаете, я в Америку приехала учиться? Ничего подобного, я приехала встречаться с Сашей Лебедевой. Это ученица и выпускница актерской школы Талантино, которая уже третий год живет в Лос-Анджелесе. И мы всем Талантинам, мне кажется, очень завидуем этой девчонке. Сегодня она расскажет, где она учится, какую профессию постигает. Мне кажется, даже я удивлюсь. Ну и проведет экскурсию по крутому университету, который входит в топ-3 университетов Лос-Анджелеса. Он называется LMU. Это LMU, Loyola Marymount University, где я учусь. Я третий-курсница, учусь киношколе. Это вот главная церковь. Молишься перед занятиями? Нет. Боженька, я не выучила уроки. Прости меня, мои грехи. Да, но это христианская школа. Некоторые люди, наверное, молятся. Я не. Мы сейчас в днем библиотеку. О, круто. Сестру забыла. А почему ты пошла на сценариста? Потому что я хочу быть режиссером и сценаристом, но я подумала, что мне будет легче, если я закончу университет. У меня будет три полнометражных хороших сценария, чем у меня будет несколько коротких метров. А мечту стать актрисой все, да? Похоронила? Ну да. Не знаю, когда я ходила на кастинги в России, с Талантино, как бы мне не всегда нравились, как сказать, роли. И я хотела что-то другое, ну, в других историях участвовать. Я поняла, что вряд ли я буду в них участвовать, если я сама их не напишу. А-а, круто, круто. То есть я хотела больше, ну, грубо говоря, типа Дзвягинцев, там, «Возвращение», да? А-а-а, Дзвягинцев один. Кино. И, как бы, может быть, я когда-то в его фильм впаду, допустим, да, один раз, и все. И дальше что я буду делать? Сниматься на канале России. То есть, допустим, если кто-то меня захочет когда-нибудь снять, там, мой друг, режиссер, я была бы не против. Но я не хочу сама идти на кастинги, вот это все делать. Ну, мне уже... Ну, это такая, мне кажется, супер взрослая и мудрая позиция. Короче, сейчас ты учишься 4 года. Ты на выходе будешь сценаристом. Да. Параллельно стажируешься. Да, стажируюсь. Стажируюсь в компании, называется Imperative Entertainment. Они делают новый фильм о Мартин Скорсезе с Ди Каприо. И я там работаю в девелопменте, то есть в разработке сценариев, идей. То есть все, что, как бы, до пре-продакшена, то есть читать сценарии, искать идеи, оценивать сценарии, оценивать потенциал идей. Контактировать с режиссёров, которым интересно это сделать. Контактировать с писателей, которые хотят адаптировать книжку, сценарий. Вот ты в этой кинокомпании стажируешься. Да. Работаешь фотографом, снимаешь Джима Джармуша. Да, да, да. Где это все пришло? Это называется Американская Синемотека. У них есть два театра, Egyptian Theater в Голливуде и Aero Theater в Санта-Монике. Что у вас тут на территории? Я видела Старбакс, видела столовую, кафе. Старбакс, пицца-хат, вейглы, всякие оригинальные кафе, которые... Не-не, а кроме еды есть что-то еще? А-а, боже мой. Еду, да. Не так много прямо всего, потому что в этом городе обычно очень много всяких развлечений на кампусе, когда, допустим, кампус отдельный, допустим, там Гарвард, потому что он далеко от города, и там все как внутри кампуса. Здесь как бы, ну, прям в Лос-Анджелесе. Очень близко для всего, поэтому здесь не очень много чего есть. Здесь каждое понедельное проходит шоу талантов. Постоянно здесь какие-то сцены строят и делают какие-то концерты. Сколько комната твоя стоит в месяц? Я не буду говорить. Что, дешево или дорого? Я плачу тысячу. Это дешево очень. Тысяча долларов в месяц. Что ты мне тогда не расскажешь, сколько стоит твоя киношколу, что ли? Ну, это информация открыта, у нас же есть на сайте, да? Да, да. Что, не расскажешь? 50 тысяч. В год? 50 тысяч. Так, а USC 60? То есть чуть-чуть подешевле, да? Не, USC, да, да, чуть-чуть. Сейчас актриса моя. Меня на Венес-Бич повезет. Родители знают вообще про это? Что? Что ты машину купила, да? Да, конечно. Огонь. Мы на пляж едем, мы едем около пляжа. Около пляжа, даже на пляж меня не свозить. Я еще океан не видела. А, да? Да. А, вы что, на Венесе нет пляжа? Есть. А, возьмем мороженое и пойдем. А вы знаете, что Сашка Лебедева встречается с афроамериканцем? Скандал интригер следует. Давай жару. О чем не знают родители. Первые два года Саша училась в колледже Санта-Моника. И потом поступила только отличники, только вообще. Люди с... Как эта бумага называется, которая написала? С рекомендательными письмами могут поступить потом на третий курс института. Вот. И Саша отличница перевестись. Да, блин, я боюсь, я неправильно говорю. В общем, ее перевели, она сразу поступила на третий курс института. Вот, уже получилось. Пусть она сама рассказывает. Короче, ее приняли на третий курс института. И, соответственно, всего ей нужно поручиться в институте два года. А один семестр уже за плечами. Все отлично, классно. Вот, когда она закончит институт, чтобы остаться в Америке, у нее будет всего лишь месяц, чтобы найти себе работу. Вот. А сейчас, пока Саша просто стажируется бесплатно и работает она, она идет. Просто мурашки, оно было такое огромное. Смешу, я не могу отвечать. А, то есть все-таки есть афроамериканец? Нет. Нет. А, я расскажу, как мы познакомились и к кому я сейчас иду. Как будто это не ты снимаешь. Без очков или в очках как лучше? Мне кажется, в очках лучше. А, все можно, да? Поехали. А знаете, зачем я приехала в Америку? Чтобы с Сашкой Лебедевой пуст... Лучше дубль. Я останусь тут, мне кажется. Может быть, сделать, знаешь как? Мы запишем видео и потом запишем аудио отдельно, как voice over. И сделать... Нет? Или лучше говорить? Лучше говорить на тоже, чтобы застрелиться. Лучше. Лучше. Конечно. Лучше. Н Лучше. Давай наonen выết кровь. Да, у нас не regul formula. Тррррррррррррррррр对е? Продолжение следует...